Всем привет друзья, с вами Фил, и честно сказать, последние несколько дней атмосферка вокруг пабга складывается не очень веселая. Как я понимаю, связано это с тем, что разработчики жестко не успевают доделать зимнюю карту, и все силы сейчас направлены только на нее. Как мы помним, выйти она должна уже в декабре, но кроме как сливов от дата майнеров, никакой информации о карте пока что нет. Если помните карту Санок, разработчики тестировали ее около двух или трех месяцев, там были и закрытые тесты по инвайтам, и открытые тесты на третьем клиенте, потом тесты на втором клиенте, и только после длительной проработки и сбора огромного количества статистики, сумасшедшей работой над исправлениями, карта вышла в общий доступ на основные сервера. Возможно конечно разработчики стали супер опытные, и теперь могут сделать карту без лишних тестов, но я чет в это совсем не верю. По моему мнению, максимум что выйдет в этом году, это тест карты, и где-нибудь к февралю она будет играбельна. Да и вообще, как я говорил в начале ролика, ситуация реально грустная. За последний месяц, или даже больше, ничего кроме скинов и бесполезного доната, в игру по факту не добавили. Ну конечно кроме небольшого фикса на 20 мегабайт, который смог исправить рассинхроны. В остальном же, работа по ощущениям двигается очень вяло. Тем не менее, сегодня на тестовые сервера вышло обновление, которое весит 420 мегабайт. Что там нового я расскажу чуть позже, для начала угадайте, что нашли в файлах игры датамайнеры. Ммм, как думаете? Уверен 90% из вас ответили бы, что конечно же новые скины. И да, вы абсолютно правы. Ведь новая зимняя карта не будет продаваться как дополнение, а значит денег на ней разработчики не заработают. Поэтому вот вам новые скины Санта Клауса и Оленей. Хавайте, друзья. Ну что, будем надеяться, что хоть бороду бесплатно дадут. Не хочу оценивать, если кому-то что-то очень понравилось, можете написать об этом в комментариях. Теперь давайте посмотрим на изменения, о которых нам пишут разработчики. Начинается все конечно же с исправления ошибок. Исправили ошибку, из-за которой камера проходила сквозь двери при повороте в определенных ситуациях. Исправлена ошибка, из-за которой сигнал автомобиля продолжал звучать, если мы выходили из автомобиля при зажатой левой кнопке мыши. Исправлена проблема, когда противник отображался в положении полуприседа в определенных ситуациях. Исправлен скин сковорода правосудия, в некоторых ситуациях он не полноценно отображался на сковороде. Пофиксили баг с отсутствием анимации двери, когда два игрока пытаются ее открывать или закрывать. Изменили зеленую кровь, теперь по словам разработчиков она не такая заметная как раньше и не дает преимуществ по сравнению с красной. Исправили баг при повторном подключении, если в момент вылета мы находились в машине, раньше половина нашей модели после переподключения могла пропасть. Сейчас такого быть не должно. Наконец-то пофиксили косые аэрдропы, которые вдобавок ко всему еще и падали далеко за зоной в воде. Убрали возможность кидать жалобу на себя самого в реплее и вроде как говорят подчинили голосовой час в самолете. А также были исправлены глюки лобби, из-за которых мы не могли видеть фоновую картинку. Не все конечно сводится к ошибкам, помимо них разработчики добавили указания о сервере, на котором проходит игра. Увидеть это можно под полоской здоровья, правда на тесте зайти в игру практически нереально, поэтому как это выглядит точно посмотреть пока не удастся. Ну и скины конечно же новые за 13 баксов тоже завернуты, про них нельзя не сказать. А на этом на сегодня все, всем спасибо что смотрели, не забывайте про лайки, пишите интересные комменты, удачи вам, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok